здравствуйте дорогие друзья мы продолжаем проходить в игру в виде маг и это следующая серия так ну что ж мы решили все проблемы в этом захолустье пора отправиться в город так серия у нас получается уже 6 не будем терять времени и квесты не могу сдать потому что этот тип куда-то смотался а ну что погнали в город шани сейчас нас отведет так ну что теперь получается нет у нас до постоянного постоянного нападения собак хорошо управляемся посмотрим что будет так это у нас действует ласточка по моему да хотя вот слышно еще вроде воют волки новая подружка быстрее сожгли мы я так смотрю до два дома трупаки лежат понятно так вообще получается я что-то сделал странно одни трупаки ну они же не заслуживали жизнь хотя я пока ходил сейчас там что-то на работе думал думал почему почему вот нельзя было ведьму принципе сжечь это я сейчас вот так прикинул я бы в принципе ее отдал на на этот общественный суд так ну что здесь собрали вроде во всех домах все собрали нас вроде новый уровень она наверное где-то нам что-то что-то присесть давай же они быстрее и я по-моему если я убил этих там а до харрона и еще кого-то там если я худеут значит получаться с ним больше не смогу поиграть что ли в покер так ну и что а вот все понятно нам сюда хорошо что они я так что такое за этими воротами вы зима я надеюсь сюда мы больше никогда не вернемся я тоже зверь мертв саламандры мертвы и крестьяне заодно очень смешно мой пропуск должен убедить микулу впустить нас пошли идем идем поговорить со стражником нам надо убираться отсюда ты не хочешь что ли со мной пойти так я нашел эти необычные кости похоже на работу краснолюдов не знаю что там народ говорит но я уже с игрой завязал давно вот чему я уже говорил с этом говорит же кости но мне кажется что ты заливаешь то я бы никогда не бойся видишь ли я тоже играю золото мне рассказал ну ты меня и напугал ведьмак заходи иногда поиграть скучновато тут просто так целый день торчать так я загляну сейчас играть не будем я загляну так а у меня есть пропуск пусти меня в зиму я хочу сказать я мне очень жаль прости меня ведьмак извинись перед эльзой извинись перед эльзой натуре так все серьезно и устарь сержант тот ведьмак я о нем говорил о кто у нас здесь это он нам нужен да билл зарь сержант ведьмак грязный выродок богохульник и фальсификатор он спрашивал кого опускают в город потом пришел с этим пропуском от ордена он рыцарь ордена тогда я принцесса от да опа а что такое сорянда так ну да я че-то помню там опять пещеру меня сейчас запихнуть ну что же глава 2 всех поздравляем мы дошли до 2 главы чем дальше тем интереснее вы пусть следи меня и они виновен эй тюремщик ну хоть переведи но не хочу я с политическими можно опоршивить я честный вор выпустите заткни пасть я занят юз тише хочешь моей смерти этот вор мешает вот-вот вор а сижу с политическими заткнись сказал не ори или мамой клянусь я тебе поганый рот заткну прелестно черт побери что не нравится белый нарываешься что ли упа ну-ка руки так чтоб я их видел борзый мне страшно открой камеру боишься обделался покажи белый что можешь назад что за ты дерешься или нет профессор на выход свободен опа а вот и профессор ирония судьбы мы вновь рядом так близко и далеко не сердись ведьмак мы встретимся верь мне вы ошибаетесь это убийца ты не понял законов этого мира ты генетически созданный убийца которому в мире нет места на с этим мы разберемся позже до встречи до встречи буду ждать так ну и что ж у нас новая запись персонажи профессор так ну что ж у нас все забрали но зато кости остались отлично так бегал это мы уже все знаем так я за я зар я вед про мага мы знаем для варден нужно его найти кстати и он живет в купеческом квартале в зиме днем его можно идти в дамбе на дамбе где он занимается своим бизнесом отлично там мы его и поищем лево я снова его лицо лево теперь виде призрака так хорошо его побили это я помню микула днем микула хранят этот мы знаем преподобный это все так профессор освободили из тюрьмы прямо у меня на глазах он посмеялся нас законом и показал мне насколько сильные и влиятельны саламандры ахарен брукшени задание так хорошо тяжелое наследие может и зиме смогу искать это понятно так ну все посмотрим что здесь у нас возникли осужденные опты завтра мой большой день зачем ты здесь эльф наслаждаюсь последними мгновениями своей жизни пытаюсь по крайней мере завтра меня повесят у меня есть просьба мне всегда нравились игры а юз позволил мне взять с собой кости если у тебя своих нет я готов одолжить мой набор поиграем хорошо так мы сейчас его я думаю сделаем нас две пары пятерку или тройку выкинуть давай попробуем не знаю наверное не пульс она была на перекидывать тройки они все нормально первый раунд за нами по моему если он конечно нет так хорошо блин уважаю конечно кости играть в это его так попер на костях у сет у него высший сада а если мы повысим и попробуем сейчас за коры вытянуть нифига короче облачет наверно все перекидывать хорошо этот раунд за ним надо еще раз его выиграть так опять сад у меня не будет сдаваться давай-ка на коры попробуем ай чуть-чуть ну ладно сейчас он две двойки выкинет и все да ладно я проиграл эй вы отребье король в своей милости простит того кто убьет как отрикса живущего в канализации а как насчет руки принцессы и половины царства в придачу остряк следи за языком ведьмак политические шутки тебя до добра не доведут я убью этого монстра слишком поздно у нас уже есть другой доброволец и как мне вас убедить что моя кандидатура лучше вон тот урод в углу утверждает что убьет как отрикса голыми руками какой этот здоровяк вы шутите ведьмак у меня в подземелье у всех равные права даже у дураков тебе нужна свобода сражайся за нее тот кто выиграет пойдет убивать как отрикса да как два пальца и что у меня уже руки чешутся ну чё поделемся подходи я набью тебе морду а потом спарю брюхо этой ящерицы стану наконец свободен что ж начнем начнем об ап 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 и ах ты что непонятно конечно так готов темновато конечно у них что-то темница хотя поэтому наверно и есть темница ах ты собачий сын если бы не твоя магия ты бы ни за что меня не победил я спас тебе жизнь с кокотриксами шутки плохи хватит умничать следующий раз тебе не победить так как отрикс стоят а кто такое вообще а у меня нету данных нюдом что это так узник 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 а как насчет сужденные что поздравляем ты выиграл право убить монстров канализации я почти горжусь этим правом ну что будешь убивать монстра или тут стоять струсил мне нужно оружие какое приятное совпадение мы как раз недавно конфисковали ведьмач и меч меч ведьмака где не твое дело юз принеси мне этот серебряный меч тот который мы нашли у скупщика талера да придурок именно тот я могу его взять возьмешь его у юза потом заберешь свои вещи из хранилища если конечно у тебя будет потом ладно за голову монстра плачу дополнительно хорошо бы не поврежденная посмотрим что я смогу сделать отлично ну что сейчас мы убьем его мой меч где же он быстрее у меня мало времени ах да есть мы также конфисковали пару эликсиров я уверен ты знаешь как ими пользоваться удачи тебе как только выполнишь задание забери свои вещи из хранилища за решеткой обязательно а потом я найду профессора глупо профессор как заговоренный его ничто не берет то троллирует если хочешь сделать все правильно разберись с боссом хотя я сомневаюсь что тебе это удастся их главарь большая шишка у него есть связи в смысле у него есть связи если так я его найду ага только сначала тебе придется пережить встречу с какатриксом смотри за моими вещами я скоро вернусь и я хочу чтобы все было на месте так и он не дал зелье ну хотя бы у нас теперь серебряный меч есть шлинг и готов так мне дали кошку отлично кошку сейчас сразу видим кошка нам подходит и наверное выпьем ласточку что нам еще дали кошку еще пурга вычет рефлексу скорость пургу вот я не знаю пить или не пить зеленая полоса показывает как много вы набрали токсичности почти все эликсиры ядовитые избыточная токсичность вызывает отрицательного действия и даже может привести к смерти может уметь можно уменьшить таксист токсичность отдыхая и выпивая очищаю и общие эликсиры хорошо так понятно так у нас тут факел есть решетка я так понимаю сейчас мы тут чуть-чуть еще побегаем да а вот наступки что-то за существо ведьмак именно белые волосы вертикальные зрачки очевидные признаки мутации простила я не хотел бы раздеваться и предпочел бы избежать демонстрации своих анатомических особенностей прости меня незнакомец я не хотел тебя оскорбить я никогда раньше не видел таких как ты я зигфрид рыцарь ордена пылающей розы я геральт ведьмак как ты уже заметил рад знакомству я слышал много похвал в адрес боевых умений ведьмаков если ты не против я бы прекратил болтовню у меня есть здесь работа и я хочу сделать ее быстро ты охотишься на какатрикса я здесь по той же причине давай поговорим да геральт что ты знаешь и какатриксах какатриксы также известные как скофины это вит орнитазавров они огромны в два раза больше обычной крупной птицы будучи связующим звеном между рептилии и птицы они напоминают петухов откуда их народное наименование любопытно любопытно продолжай какатриксов часто путают с василисками но это два разных вида вопреки общепринятому убеждению взгляд какатрикса не превращает людей в камень но нужно бояться его клюва этим клювом он может разрывать жизненно важные органы врага с точностью хирурга зачастую жертва погибает мгновенно особенно если какатриксу удалось подкрасться сзади что ты думаешь по поводу убийства этой твари какатрикс это опасный противник тебе нужно быть отличным мечником если у тебя нет серебряного меча дело становится еще тяжелее что еще как всегда нужно быть на страже скофин любит нападать сзади какие алхимические ингредиенты можно получить из какатрикса хотя его глаза и не могут превращать людей в камень они довольно универсальный компонент и очень дорогой я слыхал что перья с его хвоста еще дороже впечатляющие познания признаю что мои познания о чудовищах ограничиваются кокатриксами мой покойный отец эйк из дэна следа упокоиться он с миром оставил мне гравюру с этим зверем было еще много гравюр но все они погибли в животе у мантикоры сохранился только образ скофина мои соболезнования ты на мантикору охотился нет я был в то время в отлучке когда я вернулся то узнал что мой отец несмотря на увечье решил сразиться с мантикорой он попросил привязать его к коню а затем с молитвой на устах атаковал чудовище как ты понимаешь там он и встретил свою трагическую кончину когда я добрался до места их боя чудовище мучилась от ужасной боли и было при смерти мантикора не смогла извлечь моего отца из его доспеха и проглотила практически целиком потом уже начали говорить что священный пламень души эйк сжег сердце зверя воистину героическая смерть да почиит он в мире ты пришел за кокатриксом думаешь сможешь убить его священное пламя светит мой путь что подтолкнуло рыцаря пылающие розы спуститься в канализацию за чудовищем эта тварь угрожает городу и потому должна быть уничтожена орден уже давно сражается с чудовищами и довольно успешно я бы сказал делаете работу ведьмаков честно говоря вы ведьмаки реликт сколько вас осталось пара дюжина вы нам не конкуренты к тому же орден не взимает платы за то что защищает людей от опасности я так полагаю что феи скинулись на ваши сверкающие доспехи и укрепленные замки у меня нет желания спорить мы оба здесь нет смысла ждать своей очереди особенно если учесть что утопцы тоже здесь давай объединим силы я жажду увидеть твои боевые навыки в действии и уверяю тебя меч нашу не для красоты благородный рыцарь договорились идем веди ведьмак так волк да где мечта мне так еще происходит все мешает мне все мне испортил так пособираем тут все у нас сильное отравление этот понял так почему так переключает что за фигня понятно пособираем всякую плесень вместо силы отлично так у за . хорошо а ну-ка она мне пригодится так что у нас тут есть все устанавливать здоровье арбузы нашли отлично оп 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 ну-ка все готов отлично все готово так что мы можем с вас собрать останки мозги переодеться а здесь я ничего не могу да собрать получается или могу так кстати с серебряным мечом гораздо быстрее двигается а а чё он ага так отлично да убери ты свой факел блин так хорошо может быть их огнем поджарить что-то не помню эти утопленники они труп рыцаря а письмо рыцарю эрику так ну-ка прочитаем эрик даже под пытками с изотации выдали нам лишь самую общую информацию мы знаем что адепты любимого львиного логово львиноголового паука встречаются в одной из в одном из подземелий в канализации к несчастью нам не удалось выяснить где именно она находится в одном из еретиков мы нашли ключ он приложен к письму у меня нет никаких сомнений что этот ключ откроет тебе двери к месту встреч отправляйся к организации и постарайся найти это подземелье пусть вечный огонь освещает твой путь во тьме братишка ты умер конечно так еще одна за . отлично заперта а может быть вещь можно использовать нельзя да пока понятно погнали дальше так а куда тут нам надо сюда сюда склеп какой-то а а вот ты как к трикс моему да так попробуем его поджарить всегда верный кто нужен чтобы убить как от рикса тактика как от рик всегда старается напасть неожиданно туда отравляя жертву своим ядом как от риксы восприятие к серебру и масло от орнитозавров иммунитет большинства ядов сложно сбить с ног так понятно короче тактику боя не написали ой черт он меня отравил ах ты давай вставай охренеть он что умер офигеть ну так вставай что ты сидишь да чё такое блин большой как от рикс ах ты блюдок так чё такое что за уклонение что это такое блин блин так так вот ой я щас умру братишка помоги мне ну ка ну ка ну ка вау вау куда он побежал по концу дойдет да так вот да блин отстань от меня проклятая тварь оп отлично создание выполнено блин мощная тварь не сдох как от рикс мертв теперь давай выйдем на поверхность не думаю что я могу вернуться тем же путем которым пришел идем я провожу тебя к выходу ладно хотя вся эта мерзость сильно пахнет так отлично у нас есть драгоценный камень символизирует царство давай кася заберем дожди к парниша блин где же кучу кучу еще дел нужно сделать какие-то масло по моему нашли до черный порох а нет это порох письмо драгоценный камень арбузик может хотя бы съесть а то у нас слишком большой яд управление точнее слишком сильная нам бы конечно чуть-чуть тут отдохнуть и заодно таланты прокачать посмотрим что можно за я еще ничего скрафтить ты не могу хорошо тогда выносливо что он издает места силы понятно огневую мощь бы нам добавить лучше прокачать немножко серебряный меч групповой быстрый стиль подкачать минимум и групповой хорошая вещь против толпы топоры повреждения ослеплен понятно и огонь прокачаем чуть-чуть повреждений здесь процентов дальняя атака так вызывает воспламенение и это вызывает затраты одни и те же пока так пускай будет и чуть-чуть не знаю помедитируем посмотрим у меня отравление пройдет или нет отлично отравление прошло так и все эликсиры у меня прошли ладно если что мы сейчас еще выпьем куча всякого барахла так а я не понял вход склеп культистов и же там был только что странно здесь нельзя что ли пройти закрыта понятно так пойдем дальше так надо наверное еще одну кошку выпить решетка вот он так здесь выход выход вход куда-то туда еще идет а так а мы откуда пришли то храмовый квартал и там еще решетка есть ну ка наверно придется сюда еще раз вернуться оттянет вот здесь что то есть а а не пройти что ли так ну ка а вот так можно пройти оказывается так хорошо сила так хорошо решетка заперта странно здесь что уже заперта блин так пойдет костер игрок какой игрок а место силы это понятно труп так сейчас посмотрим что за труп тоже решетка есть а я по моему здесь пришел до отсюда да наверное я отсюда пришел здесь так все понятно все сходится тогда нам идти вот сюда только с ключом чуть непонятно разве нельзя там что-то открыть дверь у меня за спиной ведет в город здесь наши пути расходятся но в чем дело странно я слышу шаги мало кто решится бродить здесь у вас был прав как всегда убить его оба и рыцари тоже подрежу чуть-чуть вот так вот отлично твои друзья можно и так сказать бандиты со знаком саламандры беспокоят меня уже какое-то время любопытно кто мог знать что ты будешь канализации кто мог послать этих бандитов только капитан стражи который арестовал меня один надзиратель в тюрьме и другие заключенные я убил как от рикса в обмен на свободу думаю если ты будешь искать предводителя этих бандитов то у тебя получится целый список подозреваемых знаешь что у меня в визиме есть знакомый детектив пойди к нему и расскажи свое дело неплохая мысль может профессионалы сможет помочь а куда ты направляешься у меня есть дела в обители ордена потом я отправлюсь на охоту на твари и поскольку мир все еще полон чудовищ ты отлично справился дикфрид рад нашему знакомству убить чудовище было легко ведь на моей стороне сражался ведьмак давай выбираться отсюда вот ключ от прохода который ведет в город несколько дней назад я запер дверь чтобы как от рикс не сбежал спасибо я бы предпочел не возвращаться тем путем которым пришел сюда мы можем снова встретиться если ты еще когда-нибудь спустишься в канализацию иногда я сам прихожу сюда в поисках чудовищ а твоя священная миссия защиты рода человеческого это излишний сарказм мы на одной стороне ведьмак когда-нибудь ты это поймешь увидимся зигфрид и спасибо тебе благодарю тебя мы еще встретимся если я тебе понадоблюсь я буду в обители ордена в изиме хорошо вау оп оп так групповая атака вот так вот все получили да что-то прям все на меня напали со всех сторон хорошо мозги ваши я заберу на эксперименты хорошо заберем у них все что у них есть у меня этот пакел я думаю мне не нужен так здесь что заперто заперто отлично выбрались храмовый квартал в изиме неплохая перемена по сравнению с канализацией база саламандры должна быть где-то здесь это общество сделала меня таки отлично так а это что такое что-то можно положить так ну что частные детективы которым упоминал зигфрид неплохо он может быть полезен надо же с чего-то начинать поиски а а как насчет шмоток так отлично отлично что может быть лучше чистим шмаки чистильщик обуви бедняк стоит сзади детективу раз уж мы после него посмотрим что он нам скажет а у него тут книжки есть кстати ну-ка путеводитель по вазиме подобно большинству человеческих городов вазима построена на фундамент фундаментах эльфийского города столетиями столицы королей тимерии росла и сейчас она состоит из трех больших кварталов порта и обширно обширного предместья храмовом квартале сразу же бросается в глаза монументальная обитель ордена палающей розы нельзя также не заметить лечебницу лебеды знаменитую своими чудесными исцелениями восхищаясь этими местами избегайте квартала нелюдей ставшим кварталом бедноты и отбросов общества большую часть нелюдей переселили в старую вазима превратившуюся в гетто закрытые для посторонних последнее время бурно развивается купеческий квартал в котором живут богатые купцы где находится представительство торговых и политических убеждений а также банк и ратуша во время пребывания в купеческом квартале вазиме обязательно посетите знаменитый рынок там можно купить все товары мира отлично у нас информация есть так можно это мне съесть хорошо посмотрим что а еще какая-то книжечка смотрите-ка ну-ка путеводитель против нелюдей аноним именно тогда эльфийские выдающие собрались подземелье под знаком рейнхолд и старейший из них сказал настал день пробел час мы собрались здесь чтобы обсудить людскую погибель мы отомстим за смерть аэры доран мы пролем кровь праведников и низвергнем мир хаос мы будем прятаться в лесах 500 лет избранные поселиться так это я уже читал что это пропаганда это пропятая блин везде старый стеллаж а отлично так здесь что то есть так хорошо устанавливает энергию так а где у нас вот ты наш детектив детектив детективное агентство лунный свет так что тут еще есть ничего ну ну и кто у нас тут я геральт из ривии воин равных которому нет легенды опережают тебя чем я могу помочь мне нужна информация я пришел по правильному адресу хороший вопрос раньше я работал на адвокатов кадрингера и фанна доволен? эти имена мне ничего не говорят но будем считать это за рекомендацию ты профессионал ты должен понимать что у информации есть своя цена я заплачу внимательно тебя слушаю белый волк так расскажи мне как это быть частным детективом расскажи мне как это быть частным детективом грязная работа в городе где и так полно грязи и заговоров большую часть времени я шпионю за купцами и богачами которые изменяют своим женам ты не представляешь на что способны с виду обычные люди и не буду представлять недавно я следил за морденом капитаном стражи фольтеста таким крутым мужиком слышал о нем? нет я застукал его на конюшне с двумя молоденькими пожами ты не поверишь хватит с меня внимательно тебя слушаю белый волк так меня интересуют люди со значками в виде саламандры да я знаю кое-что про этих ребят но прежде чем я продолжу мне хотелось бы знать почему тебя интересует это дело так азар евет тебе это имя что-нибудь говорит? я его уже слышал а почему ты ищешь еведа? скажем так у моего башмака запланировано свидание с его задницей обычно я продаю информацию но тебе я расскажу кое-что бесплатно я уже некоторое время работаю над делом саламандр у меня есть кое-какая информация личное дело или тебя кто-то нанял я рискну и поверю тебе когда-то в Изиме жила счастливая пара они были заурядными как рыба в пруду а еще у них был сын десяти лет от роду однажды отец вернулся домой но в этот раз любимая собака не встречала его на пороге из кухни не доносились ароматы и не слышно было голоса его сына но он ничего не заподозрил пока не нашел в прихожей свою собаку которой выстрелили в голову стрелой из тяжелого арбалета он не сразу понял что это его собака но потом он нашел свою жену которую копьем пришпилили к двери кухни он обыскал дом в поисках сына но не нашел ничего преступники не оставили следов короче говоря Винсенту Мейсу пришлось закрыть дело свидетелей нет улик нет однако есть одна зацепочка полгода спустя в мусоре нашли труп монстра глаза у него были как открытые раны грубая неровная белая кожа неестественно мускулистое тело все уже забыли про убийство и исчезновение почти все дело в том что у пропавшего мальчика была особая примета шесть пальцев на ноге об этом знали только родители у мертвого монстра тоже было шесть пальцев на ноге с тех пор отец посвятил всю свою жизнь тому чтобы найти тех кто уничтожил его семью надеюсь он их найдет но вернемся в настоящее вот что мне удалось узнать возглавляет их Азар Явед зериканский колдун он очень опасный противник мне никогда до него не добраться у него связи и ресурсы позволяющие влиять на ситуацию в городе знаю я про его способности еще что-нибудь я думаю они планируют какую-то масштабную операцию возможно политическую золото им нужно лишь для того чтобы смазывать колеса они проводят генетические эксперименты опасные у обычных головорезов нет необходимых знаний и средств для этого кто работает на Яведа есть мысль? капитан стражи человек который закрыл расследование и пропадает где-то целыми ночами может быть тебе удастся вытащить из него информацию это все? городская стража задержала человека у которого есть важная информация стражники? где? в тюрьме? да, это наш шанс найди способ допросить этого пленника а пока что узнаю стражников все что сможешь нет проблем люди очень любят изливать мне душу эта информация может оказаться бесценной удачи угу ты знаешь что-нибудь про пленного саламандру? возможно один из лидеров но в этом городе стражники ловят мелюзгу крупная рыба не попадает в их сети точно мы будем знать когда ты его допросишь посмотрим еще одно кажется за тобой следят что предлагаешь? пережди какое-то время здесь пусть понервничают удиви того кто хочет удивить тебя я уйду в полночь так а ведьмак не спешит должно быть ушел через другой ход что же не важно полагаю западня расставлена конечно возьмись делами в купеческом квартале делом займется наш лучший агент так во во так так отлично бах башку долой и надо бы у меня подлечиться выпьем всякий случай счет и никто что почему отлично так ну что парнишки что у вас тут зачем вы на меня напали почти среди белой дня были точнее у всех на виду да напали на меня учиться им вообще все равно так ладно так мне надо городской стражник бедная женщина стоит городской стражник не по моему нужно найти гулька переживает стражники по моему здесь тусуются на процер ордена пехотинец ордена плакат дверь кровную будку невероятно оказывается даже в изиме есть плохой район трущобы собакам бедная собачка это кто такой здесь это наша территория вали понятно так а вывеска что тут гласит горячие бедра интересно а тут я помню где-то должна быть товар на главарь бандитов разбойники отлично так хорошо зайдем сейчас в таверну разведаем что тут ну кстати доска обелений сейчас мы это все заберем и почитаем что тут людям надо сделать так же amper покупает волочи шкуры обращаться на пристань на болотах минимум 10 шкур отлично жан-пьер дам щедро вознаграждение ждет храбриса предоставившего три корневища эхенопсов кстати у меня по-моему есть обращаться к садовнику работающему у лечебницы для беды в хромовом квартале понятно так щедро заплачу за костный мост трех аль гулей обязательно свежий алхимик кольштейнов кольштейн кстати здесь получается тусуется хромы квартал так хорошо заплачу за уничтожение бродячих собак качество доказательства предоставить шерсть горшков собачьего сала магийщик найти меня можно ворот кладбища понятно так орден палач роды розы щедро наградит храбреца отважившегося уничтожить плавунов качество доказательства необходимо доставить в обитель 10 языков плавунов обращаться к рыцарю зигфриду из донесло понятно так вывеска зайдем как таверну пока темного наверное опасно там ходит а здесь успокойся это всего лишь ведьмак всего лишь здорово что здесь произошло прикончили кирпича дилера это демонстративная казнь разбили окно и всадили ему в брюхо три стрелы стрелы с разрывными наконечниками такие говенкары продают вернее самые жадные и самоуверенные из этих ублюд если кого поймают на продаже таких стрел тут же четвертую кто его убил белки черт бы их подрал теперь народ будет считать его достопочтенным гражданином который так любил помогать старушкам чувствуя я погрома не избежать эти дерьмоеды поганые составили себе список врагов и теперь уничтожают их не задумываясь о последствиях а кирпича то за что злость месть может с кем-то из эльфов молокососов передоз случился на одной из стрел была записка торговец белой смертью он продавал фисштех даже детям да еще со скидкой мать его ты же знаешь какое привыкание вызывает фисштех странно что они решились на такую акцию в самом центре города с тех пор как им удалось наложить лапы на транспорт с оружием они осмелели какой-то болван ведет с ними дела лично я подозреваю что этот болван харенброк что за кошмарные времена хара ну что же разрывная стрела которая после входа в живот выходит на спине в трех местах делая из внутренних органов сплошную кашу специальность говенкаров такая стрела бесполезно в бою с солдатом в доспехах она разлетается даже при ударе о легкие доспехи ее используют для убийства гражданских жестоко напоказ догадываюсь откуда взялось оружие которому бит кирпич мне надо избегать подобных положений хранить нейтральность не вмешиваться кирпича значит убили за труп кирпича да так тортирчик официантка бандиты драки в общем бежом это не сравнится все как я люблю все что есть ценного все очень просто барабанщик выход кирпича лежит пипец всем вообще насрать могила пособираем сейчас посмотрим что здесь есть ну кто тут у нас меч на спине белые волосы дай подумать что из цирка сбежал ты рассмешил меня до слез может у тебя тоже цирковой опыт острый язык но добрый человек чего тебе достать так забери ко мне лишнее барахло это я оставлю принципе вот всякое вино там можно я думаю средней крепости да надо его продать всякие книги еду эту сейчас можно будет закинуть это чем у нас прошлого надо кремени ставим ну да можно принципе это все продать так может также против кому-то восстанавливает энергию чем это бутылка с водой малиновый сок хорошо янтарь нормально так где у нас тут официантка сначала попробуем твоя мамаша соседу краснолюда сути рук я смотрю так хорошо сейчас они все разбегутся да а это кто у нас успит дай мне поспать кулачный раз всегда хочется врезать кому-нибудь а я не вижу у кого тут даже собака он касается прикольно привет зачем же ну у нас там есть очень удобная кровать что будем заказывать так хорошо давайте еду все продам всякое такое да стоит все конечно копейки блин по чуть-чуть по чуть-чуть час избавимся от лишнего сахарная куколка так хорошо мы еще под ласточкой по моему доходим хорошо продал и хотел принципе перепить кого-нибудь но перепивать никого алкоголь принципе без проблем можно найти мастичу потом купим какой средней крепости оставим средний остановимся продадим прошел ладно остановимся пока здесь ты не преувеличиваешь потусуемся собак ребята че ты решая дело закончим на этой серии продолжим следующий видим отправимся нужно нам забрать наши шмотки так это че у нас для стального мяча повышает наносим поражение на 20 процентов а почему обновление да продолжим прогуляемся по городу я думаю чуть там бумаги стоит целое состояние чуть-чуть осмотримся посмотрим какие там задания еще есть поговорим с людьми и пойдем наверно какие-то задания поделаем в общем нужно нам расследовать дальше что здесь происходит в этом городе знакомиться с людьми думаю следующий серия тоже будет там в основном такая с болтовни связанные так что если что готовьтесь слушать дальше истории а на этом все все добро до свидания